Я тебя люблю, я тобой хочу, я за тебя сердце берусь. Вот такими яркими и позитивными, наполненными любовью к родине и гордостью за свою страну были все творческие номера, представленные на областном фестивале, посвященном Дню государственного герба, государственного флага и государственного гимна Республики Беларусь. А лучшие коллективы региона, которые стали финалистами и победителями фестиваля, были приглашены в областной центр молодежного творчества. Сегодня те ребята, которые активно занимают такую позицию, патриотической направленности, мы поощряем и всегда с ними вместе встречаемся. И прокуратура вместе с образованием принимает значительные меры для того, чтобы наша молодежь знала, берегла то, что у нас есть. Все, что у нас есть, это родная земля, ее культура, история и традиции. А мирные и созидательные цели белорусского народа и нашей страны отражены в государственных символах Беларуси – гербе, флаге и гимне. Важно, чтобы новое поколение знало об этом. А с этой целью и организуются подобные мероприятия. Каждая страна имеет свой герб, флаг, гимн. И сегодня мы представляем наш символ, наши цвета нашего флага – это белый, зеленый и красный флаг. Символом нашей Беларуси является зубр, бусел. Наша страна называется Синяя Вока, так как у нас много озер. Нас называют бульбашами, у нас много картошки. И мы вот чистая и независимая страна. Такое мероприятие очень важно проводить, чтобы прославлять нашу республику Беларусь и ее национальные символы. Я считаю, что важно сохранять традиции и помнить историю. Я считаю, что каждый человек должен представлять свою страну. Кто-то трудом, кто-то музыкой, а мы представляем свою страну танцами, своим творчеством. Мы очень рады, что нас пригласили на этот праздник, и мы стали одними из победителей. Ребята и их педагогов в этот день пригласили в концертный зал, где был организован просмотр видеофильма «Остановление и значение государственных символов Республики Беларусь», после чего все присутствующие исполнили гимн. Наши ребята поют гимн, знают герб, знают флаг, что обозначает именно цвета нашего флага. Поэтому здесь очень важна вот такая преемственность. Дошкольники, затем учреждения общего среднего образования, также затем наши колледжи и учреждения высшего образования. Иначе воспитать патриотизм и чувство долга невозможно. Мероприятие завершилось торжественной церемонией, на которой наградили участников Республиканской конференции. О различных патриотических проектов и акций. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.